Всем привет, друзья! Как вы уже, наверное, догадались по названию этого видео, сегодня мы распаковываем посылку с сайта Temu. И Temu это онлайн-магазин товаров из Китая. Я очень часто заказываю на Temu, я очень люблю полистать приложение Temu и повыбирать всякие аксессуары для вязания. Там очень красивые бывают, интересные, симпатичные, милые стоперы, маркеры. Это такая мелочевка, шнурочки, например, на которые мы переснимаем вязание. Но поскольку у меня этих товаров уже достаточно много, я частый посетитель приложения и сайта магазина Temu, в этот раз я заказала немножко другие товары и с удовольствием с вами ими поделюсь. Что вы можете на этом сайте вообще найти? Широкий спектр товаров. Это не только товары для вязания, это товары и для дома, и для детей. Там есть и одежда, там есть и электроника. Очень много всего. Товары просто на любой вкус. И небольшой спойлер, в этом видео я покажу вам не только товары для вязания, я заказала еще кое-что и для дома тоже. На этом сайте всегда очень большой ассортимент товаров, низкие цены, очень хорошие, интересные акции. Там всегда можно покрутить колесо фортуны и получить какую-то дополнительную скидку. Кроме того, по промокоду вы получите купоны на сумму 100 евро, которые могут применить только новые пользователи этого приложения. Для того, чтобы воспользоваться этими скидками, вы должны скачать приложение, зарегистрироваться на сайте Temu. Я напоминаю, что этот код действует только для новых пользователей. В строке поиска вы должны ввести промокод и найти эту самую скидку в 100 евро. Я, конечно же, на сайте нахожусь постоянно в разделе рукоделия, все время там что-то еще интересненькое, покупаю там всякие аксессуары. И, как я уже сказала, в этот раз я заказала немножко другие товары. С удовольствием с вами ими поделюсь. Вы увидите эти товары также на картинках на экране. И по ссылке в описании, внизу в инфобоксе, вы можете найти прямую ссылку на каждый из товаров, которые я буду показывать в этом видео. Все эти товары лежат сейчас передо мной. Я даже не знаю, с чего начать. Здесь есть и какие-то такие мелочи, и какие-то товары покрупнее. Но я думаю, что нас с вами интересует, конечно, в первую очередь рукоделие. Поэтому я начну с рукоделия. И начну я с самого интересного. Обычно все блогеры интересное припасают на потом. Я же начну с самого интересного. Я заказала на сайте Temu пряжу. Вот такую пряжу. Три пасмы. Очень красивых расцветок. И это, вы не поверите, стопроцентный як. Стопроцентный як в 50 граммах. 150 метров. Рекомендованные спицы 3,75, 4. И у меня здесь номер цвета. Вот этот серый. Это 03. Такой очень приятный розовый. Это 17. И 15. Это вот такой вот ягодный цвет. Очень красивый. Все эти цвета между собой сочетаются. И заказывала я их собственно. Именно и для того, чтобы они между собой сочетались, я планирую какой-то аксессуар на шею. Обязательно я сделаю образец из этой пряжи. Проведу ВТО. И в следующих видео покажу вам, как эта пряжа выглядит. 150 метров в пасме. Это значит в общей сложности у меня 450 метров. И это просто отличный метраж для какого-то такого платка на шею. Очень симпатичного. Как я уже сказала, цвета отлично между собой сочетаются. И мне кажется, это моя цветовая гамма. Поэтому аксессуар я буду вязать именно для себя. Я была удивлена, что такая пряжа со стопроцентным натуральным составом есть на сайте ТЭМУ. Я уже заказывала там кашемир. И вы знаете, я еще из него не вязала. Но впечатление на меня эта пряжа произвела очень хорошее на ощупь, по тактильным ощущениям. Я думаю, что это тоже будет какое-то очень классное изделие. Теперь давайте пройдемся по мелочевке. В общем, я не знаю, в какой последовательности вам все это показывать. В общем, как вот оно у меня лежит, так и буду показывать. Я заказала вот такой очень красивый. Чехольчик для иголок. Иголки это то, что у меня постоянно теряется. То, что мне нужно как-то особенно куда-то складывать. Тем более, что у меня кот, он постоянно пытается лапой что-то смахнуть и стащить с моего стола. Какие-то маркеры. И иголки, конечно, это очень опасно. Тем более, здесь в наборе вот такие меленькие иголочки. Которые тоже всегда теряются. Поэтому очень хорошо, что они вот в таком симпатичном чехольчике. Чехол раскручивается. Это значит, что он безопасен и для детей, и для животных. И, в общем-то, очень удобно бросить в какую-то проектную сумку, иметь с собой вот такие иголочки. И упаковка очень симпатичная. Далее. Я заказала вот такие стоперы. Разноцветные, разных цветов. Для чего? Спросите вы меня. Это обычно для шнурков на обуви. Для какой-то худи, допустим. Когда мы носим, у нас шнурки и вот такие вот закрепочки. Но я заказала это для другого. Это у меня стоперы для спиц. Я сделаю подсъем. Вы его будете видеть рядом со мной. Как я использую вот такие штучки. Как в качестве стоперов. Вот так. Видите? Там две дырочки. И такая кнопочка на пружине. В подсъеме вы все увидите, как я это использую. Я столкнулась с тем, что вот с этих шнурочков для держания наших петель. Когда мы переснимаем на шнурок, откладываем в сторону, у меня иногда петли соскальзывают. И я открыла для себя, что вот такие штучки. Они у меня здесь абсолютно разноцветные. Что они помогают. Можно просто застопорить и спицы, и шнурочки. И никуда ваше вязание не убежит. Останется при вас. В общем, у меня здесь целый вот такой набор. Много разноцветных. В общем, я обязательно поделюсь и с мамой, и с подружками. Мне кажется, это удобная находка, классная. Конечно же, я заказала бирочки. Бирочки. Извините, что я шуршу. Нужно открыть упаковку. Бирочки для вязаных изделий. Вот такие. Здесь написано «Handmade». И вот такое сердечко. Мне нравятся такие бирки на изделиях. Где-то, например, внизу джемперочка. Я очень часто использую для ребенка такую фишечку. Знаете, когда у джемпера нет конкретно определенной полочки и спинки. Или сам ребенок, или папа, который помогает ребенку одеться. Бывает наденут задом наперед. Но вот такая бирка. Прицепляешь ее где-то внизу на полочке. И ребенок, папа знают, что это передняя часть изделия. Это очень удобно. И в этот раз я заказала не пришивные. А они вот с такими железными кнопочками. То есть, можно просто закрепить и ничего не пришивать. Я, честно говоря, терпеть не могу. Пришивать пуговицы. Это прям, ну и пуговицы, и бирки. Это прям мое самое нелюбимое. А здесь можно сделать вот такую закрепочку. И ваша бирка будет на месте. Так, здесь у меня много штук. Не написано, сколько штук, но много. Считать не будем. Мы переходим с вами далее. И я заказала вот такие стоперы в виде сердечек. Они с маленькими дырочками. Я их обожаю. У меня уже такие были. Я их раздарила девчонкам. И вот заказала снова для того, чтобы и самой пользоваться, и снова дарить. Здесь дырочка маленькая. И в этом большое преимущество этих стоперов. Можно их использовать для вязания носочков. Например, мэджик лупом. И нужно застопорить опять же петли для того, чтобы они у вас не слетели со спицы. И вот такие вот сердечки очень красивые, классный такой подарочек, сюрпризик. Ну, по крайней мере, кому я их дарила, все прям пищали от восторга. Классная штучка и пригождается очень часто. Далее я заказала, наверное, странную штуку для рукоделия. Но я все-таки отношу это к товарам для рукоделия. Я сейчас открою упаковку и покажу вам. Я заказала здесь, по-моему, 100 штук вот таких заготовок для сережек. И на сайте я увидела, что они из серебра 925 пробы. Дело в том, что я не могу носить бижутерию. Практически вся бижутерия, именно что касается ушей, я не могу ее носить. Через какое-то время начинают все болеть. И нужно обязательно снова одеть золото или серебро для того, чтобы все прошло. И у меня есть сережки, которые я очень люблю. Там очень красивые камушки. Но я, к сожалению, не могу их долго носить. Я могу просто пару часов, и то все равно потом начинают у меня болеть уши. Именно вот отверстия в ушах. И я заказала, по-моему, 100 штук здесь. И вот такие они малюсенькие. И я надеюсь заменить на любимых своих сережках именно вот эти дужки для того, чтобы эти сережки носить. Ну и, конечно же, можно связать какие-то маленькие мотивы крючком. И по сезону, например, можно связать маленькие цветочки крючком и носить их летом. Целый мешочек здесь. И я думаю, что мне это очень-очень пригодится. Далее я заказала крючки. Вот такие огромные. Вот такие крупные крючки. Они с силиконовой ручкой. С такой вот анатомической. Очень удобной. Очень удобно держать их в руках. Вообще толстое вязание это моя боль. У меня устают руки от толстого вязания. И поэтому я подумала, что мне очень нужны именно такие вот с силиконовой ручкой крючочки. Удобные для руки. Я занялась валянием. Сваляла уже несколько тапочек. И планирую свалять также корзину. И вот для вязания корзины мне нужно довольно взять толстую пряжу для валяния. Мне нужны толстые крючки. И также вот для вязания сумок, например, на лето тоже могут такие вот супер толстые крючки пригодиться. У меня таких еще не было. Они очень приятные в руке. Рекомендую. Далее, опять же, что касается валяния, я уже сказала, что я занялась валянием тапочек. И мне хочется, кроме таких тапочек-сапожек, связать еще более такие открытые тапочки. И я придумала, что на этих тапочках у меня будут помпоны. И я заказала целый вот такой мешочек помпонов. У меня здесь помпоны абсолютно разного цвета. Они очень приятные. Похожи на натуральные. Абсолютно равномерные. Посмотрите. Очень пушистые. Мне кажется, что и для шапок, ну для взрослой шапки, наверное, такой помпон маловат. Хотя, в принципе, смотря от модели шапки, да, если шапка предполагает какой-то такой маленький помпончик, эти помпоны тоже будут классно смотреться. Они с такой петелькой. Можно пришить к шапке или к тапочкам пуговицу с внутренней стороны. И продевать как бы эту петельку сквозь. И надевать на пуговицу. В общем, снимать, когда нужно будет постирать шапку или тапочки. И вот такие классные помпоны. Смотрите, вот два сереньких. Здесь абсолютно разные цвета. Цвета такие все натуральные. Например, вот такие светло-коричневые. Коричневые потемней. Вот такие беленькие. Серые я вам уже показывала. Хоп! Укатился. Черные также есть помпоны. Я думаю, что в моем творчестве эти помпоны мне очень пригодятся. Они такие классные, пушистенькие. Также, если, например, детскую шапку, можно вот так с двух сторон украсить помпонами. И это тоже симпатично. Возраст моего ребенка еще позволяет такие шапочки вязать и носить. Дальше. Это еще не все. Очень много у меня товаров. Я заказала вот такую моточницу. Она из натурального дерева. Вот такая светлая. У меня уже есть такая темненькая моточница. Я хотела еще одну. Очень удобно. Можно пустить ниточку вот сюда. Можно выпустить ниточки вот из этих дырочек. Здесь, в принципе, могут даже несколько моточков обитать. И без того, что они у вас будут прыгать по всей комнате, вы будете их вот здесь постепенно вытягивать. Очень удобная штучка. Симпатичная для интерьера. Мне очень понравилась. И я решила ее также заказать. Ну и что касается тоже держателя моточков. Я заказала также вот такой держатель для мотка. Так, это инструкция. Он еще в разобранном виде. Я обязательно его соберу и покажу вам действие. То есть, это такая подвесная конструкция. Моточек будет как бы висеть и крутиться. У меня уже есть такая держалка, которая просто штырек и крутится. Мне показалось, что вот такая держалка тоже классная. Захотелось ее испробовать. И, в принципе, для интерьера она тоже симпатичная. И гармонирует и с этой держалкой, вернее, с моточницей. И, в принципе, подходит к моей комнате, там, где я вяжу, занимаюсь рукоделием. То есть, это не только как бы функциональная вещь для вязания. Это еще и немножко интерьерная такая штучка для уюта, для вязального интерьера, располагающая к творчеству. Далее я заказала еще вот такую сумку. Она сейчас немножко в помятом состоянии. Она была, естественно, в собранном виде в посылке. У меня уже есть наподобие сумка. И я хочу сказать, одной мне точно мало. Представляете, сколько пряжи сюда влезает? Кроме того, она суперфункциональная. Здесь очень много кармашков. Вот такой сетчатый кармашек есть. Вот здесь есть кармашки. Вот такой кармашек. Кармашки для спиц наружные. Также здесь есть длинная ручка. Можно на плечо эту сумку повешать и куда-то пойти с ней, например, с вязанием. И здесь есть вот такие тоже функциональные дырочки в крышке, из которых вы можете выпустить ниточку. Клубок находится внутри. Он у вас оттуда не выскочит. Если вы где-то вяжете на природе, допустим, очень удобно такую сумку с собой взять. Также вот здесь есть такая функциональная ручка. И на замок эта сумка закрывается. Классная вещица. Как я уже сказала, у меня такая сумка наподобие есть. В общем, я заказала еще одну. Сумок проектных много не бывает. А тем более таких больших, куда можно поместить проект на целое изделие. И, я не знаю, поехать с ней в отпуск, допустим. Также я заказала еще то, чего у нас очень мало в Германии. Это бумага тишью. Я заказала от жадности целых пять цветов. Ну, вот такие цвета, как такой молочный и белый, всегда ко всему подходят, всегда нужны. Также вот такой вот темно-серый цвет антрацит я заказала. И в преддверии Нового года зеленый и красный. Здесь целых десять листов в каждой упаковке. То есть у меня теперь целое богатство. Когда я упаковываю подарки для своих вязальных подружек, я смогу использовать эту бумагу. Мне самой очень нравится, когда подарки упакованы как-то вот так со вкусом, очень симпатично и вот в такой приятно шуршащей бумаге. Целых пять цветов я заказала. Постепенно мы с вами переходим к товарам, которые относятся к товарам для дома. Вообще эту сумку, эта сумка, я невнимательно посмотрела на сайте. Я думала, что она меньше. И я думала, что это будет такая вот у меня стоящая недалеко где-то возле моего рабочего места сумочка для моточков. Но когда она пришла, я обнаружила, что сумочка вообще не маленькая. Сумочка вот такая огромная. Она огромная. У нее есть крышка тоже сверху. Вот. Оно закрывается все по кругу на молнии. Она тонкая, невесомая. И знаете, почему я ее показываю вам сейчас в товарах для дома? Потому что я поняла, что это идеальная штука для мягких игрушек, для детской комнаты моей младшей дочери. Потому что у нее очень много мягких игрушек. Они везде лежат. И очень часто они лежат просто в корзинах и пылятся. Очень удобно, что эту сумку можно закрыть сверху на замок. И игрушки будут внутри. Можно сильно набить эту сумку игрушками. А она будет как пуф. На нее можно сверху, например, сесть и играть. В общем, оказалось, что это вовсе не для моточков, а для ребенка. По краям этой сумки есть еще вот такие две очень удобные ручки. Эту сумку можно будет легко переносить. В принципе, конечно, эту сумку можно и пряжей набить. Где-то, где у вас хранится пряжа, можно ее набить пряжей. И также удобно перетаскивать, сверху закрыть. Пряжа будет надежно защищена. В общем, неожиданно у меня получился немножко не тот эффект от заказа. Но я все равно им очень довольна. Расцветка очень приятная. Нейтральных тонов подойдет к любому интерьеру. Не испортит его какими-то яркими красками. Будет стоять где-то в уголочке такая сумка, набитая мягкими игрушками моей дочери. И она сможет в любой момент открыть, достать какую-то игрушку оттуда. Потому что она всегда не соглашается убирать игрушки из детской комнаты. Они ей все очень дороги. Были подарены или куплены, выбраны ей в магазины. Поэтому она никак не хочет с ними расставаться. Важно, чтобы они находились в ее комнате. Но вот в таком закрытом, в то же время мягком, удобном виде. Еще у меня есть товары тоже для дома. Я была приятно удивлена качеством товара, который я получила. Я заказала баночки в трех размерах. И это вот такая стеклянная баночка с деревянной крышкой. У крышки прорезиненный край. То есть крышка очень плотно сидит на баночке. И здесь есть тоже вот такая очень симпатичная деревянная ложка. И у меня таких баночки три. Вот такая. Поменьше. И еще поменьше. Я вижу для себя на кухне. Ну, во-первых, это очень красиво. Эти баночки украсят мою кухню. Я думаю, что одну баночку я наполню чаем. Одну баночку среднюю с сахаром. И самую маленькую баночку я наполню крупной солью, которую я очень часто использую. И мне очень пригодится именно вот такая банка с ложечкой сразу и с плотной крышкой. То есть это не будет отсыревать. Это будет хорошо храниться и симпатично смотреться на кухне. Так, у меня не получается сейчас взять все три баночки в руки. Вот так. Согласитесь, это симпатично. И качество очень хорошее. Я не вижу никаких ни зазубрин на дереве, ни на ложечке. Все очень хорошо проработано. Стекло это материал, который гораздо лучше пластика. Я думаю, что эти баночки у меня надолго приживутся на кухне. И я, в общем-то, очень рада, что я их обнаружила на сайте ТЭМу и себе приобрела. И также то, что я давно искала и хотела, это стеклянная масленка. Здесь написано бутер, также деревянная крышка, толстое стекло. Посмотрите, насколько толстое. Прорезиненный край у деревянной крышки плотно закрывается. И вот здесь сверху, еще в мешочке. Сейчас мы из мешочка с вами достанем. Вот такой ножичек, милейший, для масла. Он идеально вставляется в крышку. И вот так вот это выглядит. Значит, я давно хотела такую масленку себе. Меня не устраивали вот эти все порцелановые. Мне нравилась вот такая. Я не могла ее найти. Как же я была рада, что в сотрудничестве с магазином ТЭМу я нашла для себя вот эту масленку. Очень классная. Очень мне нравится. Сочетается также с баночками. В общем, я очень довольна теми товарами для дома, которые я на сайте ТЭМу тоже для себя выбрала. Мы посмотрели с вами все товары, которые я получила от сайта ТЭМу. Вас я призываю скачивать приложение ТЭМу, воспользоваться промокодом на купоны на сумму 100 евро. Обязательно посмотрите не только товары для рукоделия. Пройдите, посмотрите в другие категории. Я заказывала на сайте ТЭМу также игрушки для ребенка. Они отличного качества. Желаю вам приятного шопинга на сайте ТЭМу. И встретимся с вами в новых видео. Прощаюсь с вами совсем ненадолго. До скорых новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok